Когда мы с Рубиной предполагали вообще снимать реакции, мы не так себе представляли людей, которые это будут смотреть. Мы думали, что это обычные девочки, которые когда-то очень давно смотрели «Русалочек». Но те люди, которые пишут нам комментарии, это люди, которые закончили, блин, бакалавриат по «Русалкам». Потому что мы получаем комментарии, в которых расписывается вся генетика и философия, как работают эти способности. Как работает Луна, как... Саша, это не так работает, надо подтянуть, господи, человеку, у которого никогда не было айфона. Блин, мы на эту штуку сидим, записываем, ты смеёшься, что ли? У тебя всё равно андроид, даже если он стоит дороже, чем мой. Просто чувак, который вообще никогда не писал, но вообще в спин-оффе «Тайны острова Мака», я так понимаю, это вообще никак не относится ни к одному из сезонов, это отдельный... Это спин-офф, ну... А как спин-офф переводится? Спин-офф. Ну, «Тайны острова Мака» — это на сюжете, на основе «Русалок», продолжение как будто бы, но уже не связанное с ними. С другими персонажами? Да. Я не смотрела. Прикол в том, что даже я не смотрела «Тайны острова Мака». Короче, с каждым днём полнолуние связь с островом увеличивается, поэтому сначала Луна действует таким образом только через воду. Ну, например, в первой серии, второй сезон, отражение было уже... И это пишет, пацан. Ну-то. Ну, типа, как будто ты защитил курсовую пару замков. Причём защитил дракой, я не знаю, очень-очень прикольно. Если у вас есть какие-то научные изыскания по функционалу их способностей, прошу вас, мне этого очень не хватает, потому что... Я не понимаю. И, как видите, меня бомбит от того, что мне непонятно, почему то или иное явление не фиксируется. Там ещё девочка писала про то, почему они могут писать. Ну, это я тебе могу объяснить. Спасибо, что вы даёте... Объяснение. Да, образовываете нас, но я не думал, что настолько вы... Евгений, они разбираются в «Русалках» даже больше, чем я в «Сумерках». Нет, ты не разбираешься в «Сумерках», ты в Роберте Паттисоне разбираешься. Хорош. Это правда. Двадцатая серия... Вот это очень крутая серия. Я... Это прям, ну... Я так понимаю, опять будут какие-то пососушки, опять будет любовь, и... Я жду этого, я жду этого. Я буду есть сникерс пока. Огрызок, который я ей оставлю. АСМР! А мне каждый раз хочется говорить «Огнус Поплар». Так, я на взводе, я настроен, я готов, а ты нет. Почему ты не готова? Они что, уже поженились и уже начинают сраться? Ну, кажется, ты тоже двадцатую включил? Они едут на рыбалку. Да я вижу. Это всегда праздник для Льюиса. Да, он же очень сильно... Прикинь, я не думал, что Льюис такой прям мужик. Это новый, это Нео рыбак. Он русский. Только русские любят рыбалку. Да. Русские любят... Не важно. Я подавила. Кто хочет рубрику «АСМР от Рубины»? Она просто будет жрать, ну, то есть, что-то будет давиться, умирать. Ну, АСМР умирающей Рубины. Мы сделаем небольшой, маленький плейлист. Клю, это соревнование рыбаков. Мы ведь вместе участвуем каждый год. Нет, извини. Я не могу. Почему нет? О, это что? А, это потому что... Лифак прям очень было мощно. Да это кружева какие-то. Да это сила волны. Вообще, у них какой-то, заметили, у них такой стиль, что они носят майки на майке. Так было раньше? Я не помню просто. Причем там три слоя. Лифак, потом еще майка, потом еще майка. И еще бывает, когда сверху футболка. И еще сверху какая-то вот штука. И здесь какая-то нашивка. Некая многослойность, да? Ну, причем очень такая... Нет, выглядит прикольно, но типа... Я не помню, что так делали. Я не помню, что... Ну, мне жарковато так ходить вообще в Австралии. Ну, да, кстати. Нет, потому что рыбалка – это вода, которая может меня облить. У меня отрастет хвост, у всех напитут. И меня поймают. В этом году я, наконец, выиграю, а тебя там не будет. Я могу посмотреть. К тому же я это уже слышала. Да, но в прошлом году... На самом деле прикольно. Клио превратится в рыбу, Люис ее поймает и типа выиграет конкурс. Типа поймал самую большую рыбехину. Блин, ну ты вообще садист. Ты представляешь, как это выглядит? Оно... Почему обязательно зародить? Можно воткнуть в хвост. Нет, не в жопу, в хвост. Я не понимаю вот этих приколистых рыбаков, которые ловят рыбу, потом всю рожу ей раздраконят, выдергивают крючок – на, плыви. И еще чувствуют себя крутым благодетелем. Я ее отпустила. Такой, да, пусть плывет к своим. И она плывет. Как здорово. А свои ее уже и не приняли. Спасибо. Драная плывет. Изводованная. Кто ее теперь такую замуж возьмет? И блеск. А что это? Универсальная наживка. Я сам придумал. Ну, она очень необычная. Привет, мистер Сартори. Ты что-то разбил? Нет. Нет. Это моя новая приманка. Кто-то тебе это продал? Нет. Нет, я сам ее придумал. Что скажете? Я судья и не вправе высказывать мнение. Конечно, я прекрасно понимаю. Это было бы нечестно, а у меня и так есть преимущество. Будет весело. Плюс, думаю, Льюису нужна наша поддержка. Ну, это, кстати, был очень милый диалог. Он такой, она милая, она длинно мажет хлеб. Он что-то ей заливает про рыбу. Выглядит как идиллия. Эмма? Ну же, Рикки, что скажешь? Эти крючки меня нервируют. Особенно сейчас. К тому же, у меня есть дела поважнее. Да что они сегодня такие модные все? А что-то у него кожа нормально все, поправился. Почему ты об этом думаешь, а не о том, как они миленько столкнулись? Дай сюда, ты сейчас разольёшь. Нет. Это не Зейн, это бутылка. Ладно, ребята, берите заявки на участие, пока не за полу и не начнём, ясно? И не думаю, спинь. Поздравляем, мэрочка. Как мы устили, чем настоящий. Можно у вас рушить, Андрей? Пожалуйста, спасибо. Ну-ну, не сломай. Похоже, в этом году у тебя серьёзные противники. Это меня не волнует. Состязаться надо с сильнейшими. Льюис слишком самонадеян, он проиграет, да? Льюис в прошлый раз в кинофестивале победил? Нет. А кто победил? Он. Да, он победил. Да, он победил. Льюис всегда побеждает, он добивается своего, ставит цель и идёт к ней. Но когда-то этот порочный круг должен прерваться, и он должен проиграть. Я смотрю, ты этого очень сильно хочешь. Я, допустим, болею за Льюиса, а ты болей за своего Зейна. Можешь за него вообще замуж выйти. Да, я так и планировала в детстве. Но потом за Роберта Паттисона. Почему, Мормон, что ли? Почему, Мормон? Ты хотела выйти замуж за Зейна, за Паттисона, за... За Коула из Зачарованных, за Скайя из... Знаешь, как это называется у нас в России? Как? Шлёха! У меня знаете, сколько крашей было? А помните певец такой был белорусский, Дима Колдун? Ну, я помню. Чё-то там... Ну, примерно там... Дай мне силу, я разорву любого зверя, я чё-то там всех порву. Хватит себе. Извини, Льюис, я тебя не заметил. Ой, висячий хрен. Так, слушайте. В соревновании идёт два дня. Выигрывает тот, кто поймает самую тяжёлую рыбу. Я тебе говорю, Льюис должен поймать Клио, она самая тяжёлая рыба. Да, реально. Ничего себе! А кто это? Это друг Зейна? Это вот это... Бесячий. Вот этот вот, жидкий обмудок. Мы уже, мы с тобой охарактеризовали его. Да, да. Тогда я ещё чувствовался виноватым за то, что... А, я зачем? Я же не знаю его. Он реально мерзкий. Вот он никакой. Фу! Это могло с любым случиться. Я всё время спотыкаюсь. Просто случайность. Это была не случайность. Это был ты! Да? И что? Ай, как хочется ему прописать по роже. Ай, это лицо! Оно прям так... На самом деле, он знаешь, на кого похож? Ну, на чувака из школы, которого вот прям я не ударил, потому что очень сильно хотел, но я был хорошо воспитан. Ну... А должен был. Если вы в школе находитесь, и хотите кого-то ударить, кто этого заслуживает, не делайте этого. Она и дотронулась до него, он ведь мокрый. Она такая... Сейчас такой напряжённый момент, и ты решил ради этого остановить. Ради очередной несостыковки, с которой мы все уже селились. А как тебе такой вариант, что у неё сейчас отрастает хвост? Не достаточно напряжённый момент? Я напрягся. Мне не нужна ничья помощь. Ну да, ещё бы. Ты рыбачить ты не умеешь. Хех. Ботаник. Забудь о нём, Льюис. Он просто болтает. Клиу, мне всё равно. У Нейта может быть своё мнение. Нейт вспомнил. Нейт вспомнил. Я иду домой. Клиу, такая ухолосленькая. Ну согласись, она взялась за мокрую рубашку. Она могла превратиться. Могла, могла. Согласитесь. Пощекотите, моё число. Ты же такой умный, заметил. Какие ты вам видишься? Зейн в костюме. Зейн в бизнесмен. О, Рики? Рики? Что ты тут делаешь? А ты что тут делаешь? Я первый спросил. Я первый спросил. Тебе сколько лет? Десять? Я помогаю отцу на этом семинаре. Он будет читать речь. Я заметила. Он умолял меня прийти и изобразить сыночка Паиньку. Невероятно скучно. Тут ты прав. Ну, вот и поговорили. Муж остановить. Ладно, давай, всё, фонтанируй. Что, я не хотела фонтанировать? Единственное, чем я не удовлетворена, я не узнала, что там делает Рики. Ну, просто так надо, чтобы они пересеклись. Чтоб ты вот вся такая сидела и текла. Да чем она так довольна-то хоть? Привет. Зачем ты хотела меня видеть? Вот. Возьми мою удочку. Она совсем новая. Ты правда хочешь, чтобы я участвовал дальше? Да. Ты должен вернуться в сиденье. В седло. Неважно. Знаешь, надо только подбежать к пирсу и закричать. Эй, вот и я! А почему это тебя так волнует? Ну, потому что вот так. Ну, я рад. Ну, они тоже милашины. Ладно, знаешь, я вернусь, так и сделаю. Блеск. Только мне надо кое-что подправить. Я не понимаю, откуда у неё такой интерес появился. Какие-нибудь пусечки. Откуда появились? Да в смысле? Они друзья с детского сада. Она хочет ему пока что, она думает, что чисто по-дружески помочь. Ой, да хорош. Она в начале серии нам показали. Она в начале серии нам показали. Вот такой вот я разговаривать. Она в начале серии сказала, что я вдруг испачкаюсь водой. Ну да, она не хотела, потому что она боится, что она превратится. А потом он сказал про что-то, про подарок или про какую-то фигню, или меня уже забыла. Она просто поняла, что это очень важно для Льюиса. Она хочет ему помочь. Кстати, что случилось с его удочкой? Она на дно ушла, а всё? Он поэтому перестал участвовать или обиделся на этого? На удочку. Это кто Льюис? Конечно Льюис. О, 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 вы посмотрите, посмотрите, смотрите и учитесь. Ребята, смотрите. Хорошая работа, Нейт. Смотрите. 1,7 кило. Так, ну все знают, что эта рыба дохлая, да? Все знают, все видят, рыба так себе не ведёт. Она уже... Она плескается вот так. Вот так вот делается. Отпустите меня. Отпустите меня. Отпустите. Я знаю, как это делается. Там внизу кто-то... Я хочу к своим подружкам. Ну всё, хватит. К русалочке. Карель. Мне нравится отыгрывать рыбу. Хрень жатина. Сделай ещё. Я хочу на дно. Закапываешь себя. Это вы себя закапываете. А я... А я в яме живу. Эй, Льюис, можешь упаковывать свою удочку обратно? Да пошёл ты. Сфотографируйте и отпустите. Ух ты! У меня клюёт! Бошмар. Боже, какая большая. Осторожней. Ещё руку оторвёт. Ну у него она хотя бы настоящая, живая. Я её для наживки возьму. Вот, у Льюиса живая рыба. Сто процентов. Вот это важно. Отпусти меня, Льюис. У нас новый маскот сегодня. Стоять, видишь, майка на майку. Ну да. Она что, сейчас пойдёт сломит рыбу? Или сама попадёт сюда удочку? Она сейчас поймает большого окуня. Прикиньте, кто-то другой её поймает. Нет. Она сейчас поймает большого окуня. И вот так вот. Это ради моей любви. Вот так. Через рожу ему. А окунь говорит, не надо, у меня семья и дети. Она такая, а у меня тоже, может быть, будут семья и дети. С Льюисом. Если он победит в конкурсе. Потому что... Он обещал мне. Мне неудачник не нужен. Иначе придётся выходить замуж за... Нейта. Именно. А Нейт воняет. Я думаю, как Нейт воняет. Ну, как дела? О, хорошо, чудно. Отлично. Ну, конечно, было бы лучше, если бы я поймал нормальную рыбу. Ну, а где Клио? Думаю, пошла домой. Сэндвич с танцом? Ммм. О. Это больше похоже на рыбу, чем всё то, что я сегодня поймал. Эй! Эй! О, похоже, в этот раз пусть поймал что-то большое. Она реально тебя зацепила? Она взялась за леску и тащит на дно. Зачем? Прикинь, она ей в руку просто войдёт. Он дёрнет. Леска же не держится в руках. Она вопьётся ей прям в ладонь. И она будет тянуться обратно. Она понимает, что... Я шутила вначале, говоря об этом. Или выдёргивать с кровью, вырывать её. Или откусывать руку. Или показаться. Так, прикинь, она выдастает с сокровавленной рукой. Льюис это видит. О, чёрт. О, давай-давай. Уже почти. Вы только посмотрите. Здоровенная. Ты поймал. Я никогда не видел Льюиса таким счастливым. Он непритворно похож на придурка. Вы замечали, что все счастливые, особенно парни, когда радуются, они выглядят как кретины? Что здесь реально делаете? Рикки, бизнесмен. На ланч туда. Да я тут с папой. Он меня притащил, забыл забронировать столик, а ресторан забит. Классно. Я тебя там не видел, Зейн. Ты упустил хорошую возможность поучиться. Да, конечно. Может, займёшься делом и принесёшь мне мои заметки из номера? Вообще-то я разговариваю. На столе при входе. Он большой, зануда. А почему он сам не может принести свои записи? Потому что он важная шишка, а я нет. В общем, логично. Ладно, увидимся позже, мне надо поесть. Эй! Приятного аппетита. Я знаю, где есть еда. Полно еды. Наверху, в номере. В этом отеле моего отца любят. Да нет, не надо. Холодильник ломится. А если чего не досчитается, то тем лучше. Почти 4 кило. Обломали всю романтику с рыбой дурацкой. Ну ладно, эта арка очень приятная. За ней интересно наблюдать. Я согласен. Там ещё музыка такая играет. Типа... Туры-пыры, туры-пыры. Соситесь, соситесь в номере. Любовь, любовь. Любовь. Мне интересно, как Льюис будет себя чувствовать, когда поймёт, что эта рыба поймана нечестным путём? Как ты считаешь, он ударит Клио, скажет? Да как ты смела, я мужчина. Если у меня маленькая рыбка, но я... Невероятно. Даже жаль отпускать. Сам не верю. В жизни не видел, что... Отпускать, а не из тех кретинов. О которых ты говорил вначале. Они сделают рыб-инвалидов и отпускают их. А потом собирают на них деньги. Создают на инстаграме страничку. Нет, нет, нет. Там же есть, там, где пеликаны обдолбанные и разорванные. И там же, наверное, рыб этих всех. Ну, талант и терпение, вот что важно. Но самое главное, это наука. Перед вами вершина развития наживок. Именно на неё ловится такая рыба. Моя разработка. С этого дня они поступают в продажу. Заказы принимаются в любое время. Подходите. Посмотрите. Стойте. Сколько мы можем купить? Сколько вы хотите? Три? Ладно, хорошо. Будут разные цвета. А почему Эмма ушла обиженная? Мой сын, ведь и с тунцем его больше не привлекают. Нет, она, видимо, поняла, что это кольё что-то намутило. Потому что это, типа, нереально поймать такую большую рыбу. Хотя почему, да? Ну, окей. Сколько еды. Дает этот номер каждый раз отцу, когда он проводит семинар. Впечатляет, если, конечно, тебе нравится такое. Мне нравится. Отсюда видно горы. Хотя странная съёмка. Ты видел? Да? Да. Мило. Ты вообще их видел? Как круто. Как круто. Сейчас Зейну влетит. У него в руках документы, которые нужно передать отцу. И отец потом вставит ему большой дрын. Она заперта. Я так и знала. Мне нужно было что-то сделать. Рыба в своём уме и близком не подплывёт к этой приманке. Если её не убедить. Обязательно было такую большую. Убедить? Это, типа, она такая... Я её убедила. Она как будто из девяностых наших суровых. Такой, как она её убедила? Такая, если ты сейчас сама не запрыгнешь на эту наживку, я всю твою семью, отцу в сети пережарю, тебя и всю твою родню, твою собаку, мать-собачь. Говно, собачье, жлоб, вонючий, дерьмо. Она любит морских рыб. Да, она плавала, когда Плутон сдох. Да, Плутон сдох. Маленькая коралловая рыбка. Это же коралловая рыба, да? Это, ну, типа, такие более красивые. То есть она любит красивых рыб, маленьких, а нормального тунца, большого жителя моря, она готова убить. Ну, потому что они воспринимают эту рыбу, как еду, видимо, да? Но тебе же тоже не жалко коровушек. Жалко. Да, а мне нет. Ты хоть раз корову увидела вживую? Да, очень много раз. Я их боюсь, они воняют. Просто у меня, короче... Короче. Если ты переборешь свой страх и действительно с телёнком... Не скажу, почему я боюсь собак. А, нет. Коров. Сдолбали. Слышь. Я хоть и жила в городе, но у нас там было поле, и там паслись коровы. А поле было рядом с моей школой. Школа была рядом с моим домом. А дом был в сундуке, а в сундуке яйцо. Слышите меня, короче. И иногда, когда я хотела пойти коротким путём, я шла от школы до дома через поле. А там паслись эти коровы, и они иногда охотились на меня. Ну, типа, нападали, шли мне навстречу. Что ты ржёшь? Просто сама семантика и риторика. По корове пошли тебе навстречу, а не... Ну, я иду со школы, а у меня ещё, блин, берет такой красный был. Ну, я такая, ааа, это всё из-за него. И типа, я боялась, что меня они, ну, забодают. Ботится. Я хотела позаботиться о нём. Подарок для друга. Ладно, Клео, я понимаю. Мы все знаем, тебе нравится, Льюис. Ну, тебе всё-таки нужно ему всё рассказать. Я не могу. Что же значит, мы все знаем, что тебе нравится? А мы не знаем, нам об этом ни почему не сказали. Такое ощущение, что они секретничают, как подружки. А нам не говорят. А мы как будто и не подружки. Мы должны догадываться. А мы догадались уже давно. Мы как бы догадались, да, но нам никто не рассказывал. Можно было бы сказать прямо. Почему не было той сцены, где они... Ну, мы как бы не чужие люди, другие люди. Где они постоянно какие-то вечеринки устраивают. Хочется одной вечеринкой, где такой... А как тебе Льюис, аааа? Он разозлится, а потом расстроится. И потом. Какая разница? Отлично. Просто чудесно. Это ты меня сюда позвал. Слушай, мы застряли, так? Может, сделаем вид, что нормально относимся друг к другу? Хорошо. Мне не стоило приезжать на этот семинар. Мне тоже. Это все похоже на аферу. Боже, с чего ты это взяла? Афера, чтобы инвесторы отдали все свои заработанные деньги. Твой отец, например. И все остальные мошенники. А я и не спорю. Как-то грустно стало. Мне кажется, она проникнется в его историю. Но их это сблизит. Абсолютно. Почему вы нас смотрите вообще? Такие поверхностные суждения просто. Ну, они любят друг друга. И это их сближает. Они вместе так тяжело им. Я вообще бить буду. Привет. Как дела? Может быть, хотите совета? Льюис, поступил официальный протест. Тунец – глубоководная рыба. Ее нельзя поймать с пирса. Я знаю. Но я-то поймал. Вот на это. Это всего лишь пружина. Очень эффективная пружина. Льюис, люди говорят, ты мошенничал. Что? Я? Нет, нет. Я же все время стоял на пирсе. Вы и сами все видели. Ну да. Кто-то подплыл и прицепил эту рыбу к твоему дурацкому крючку. О, нет. Ты выбываешь. Что? Нет, нет, нет. Мистер Сартори. И я не думаю, что тебе стоит приходить к нам. Мистер Сартори. Потому что я хочу выдать свою дочь за рыбака, который поймает самую большую рыбу. За... Золотую рыбку. Да нет. За того чувака. За Нейта? За Нейта. В чем? Не хочу, чтобы моя дочь общалась с мошенником. Он сейчас заплачет. Они что, документы отца пуляют? Вообще, долбанав ты. Насколько надо быть отбитым? Это договор с американскими инвесторами. У нее очень красивая платья. Это штаны. Это штаны, которые застегиваются на спине? Ничего. Ты ведь не превратишься в вампира, правда? Не надо было мне тебя слушать. Зачем ты вообще сюда вылезла? Что? Именно боязнь высоты, что ли? Ты что, высоты боишься? Или что-то вроде? Все нормально. Все чего-то боятся. Да? И чего боишься ты? Пошли. Нет. Поверь мне. Нет, я не могу. Поверь мне. Поверь. Представь, что я картина или что-то, что тебе нравится. Картина. Ну, или лодка, или дурацкая машина. То, что делает тебя счастливым. Ну что, лучше? Да. Спасибо. Хорошо. Так. А где твой отец? Семинар закончился полчаса назад. Ну, миленько, я согласен. Это очень миленько. Это очень миленько. Очень притянута за уши и очень мило. Удюди, удюдики. Что притянута за уши? Твоя жизнь себя притянута за уши. А почему она внезапно начала... Это ты весь притянут за уши. И всё, что ты делаешь. А они настоящие, милые, очень хорошие. По какой такой причине она внезапно расщедрилась на такую любовь к нему? Она улыбалась, как в последний раз. Ну, потому что он не вёл себя как говнюка, а тоже был очень милый по отношению к ней. Накормил её. Господи, он накормил её, да? Причём... Да успокойся ты. Он уже там на крыше... Блин, мне кажется, вы, пацаны, недооцениваете еду. Я дооцениваю еду. Я её ем, Рубин. Нет, еду в покорении сердца девушки. Вы реально недооцениваете еду. Надо договориться с едой. Просто есть же такой прикол, что... Вместо того, чтобы спрашивать у подруги... Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну, типа, у нас одинаковые с вами желудки, камон. Слушай, ты хочешь сказать, что она съела пару роллин и... Подобрил. Да он проявил заботу по отношению к ней. Он такой, блин, пойдём, я тебя накормлю. А до этого он орал. Зачем ты вытащила меня сюда? Я сейчас просто... Потому что он боялся. Она это понимает, что у человека паническая атака. Ну, может, не паническая, но он боится высоты. И она такая, надо ему тоже помочь. Всё, ладно, это мило. Левис, извини. Я только хотела помочь. Может, не надо было такую большую? Да нет, наоборот. Надо было выбрать гигантского кальмара. Лучше утонуть. Чем так. Ты не обманщик. Это я. Клио, знаешь, что хуже всего? Ты никогда не верила, что моя приманка сработает. Ты не верила мне. Но мы должны что-то сделать. Не получится. Меня выгнали. Всё. Я знаю, что она сделает. Она подплывёт и каждому посадит по тунцу. И тогда они такие, ну мы-то не обманщики. Значит, Ильюис не обманщик. Кстати, да. Но она посадит маленьких тунцов. И также скажет, я найду тебя. Я убью всю твою семью. А на самом деле это была семья того тунца. Она, его детей, маленьких. О, она устроит геноцид под водой. Маленьких тунечков. Я говорю, у них что-то было. Нет. Да. Ну типа что, она имеет в виду, что Ильюис мне нравится, а ты моя подруга. Нет, типа, ты же понимаешь, что чувствую я сейчас. Ты тоже это раньше испытывала. Да господи, нет. У них не было ничего с Ильюисом. Было. Было, было. Я хочу, чтобы тот эксперт в комментариях, который знает абсолютно всё, подтвердил мою мысль. Вы же провели это исследование. Вы точно знаете. Не замалчивайте правду. Пусть о ней знает каждый. Мой отец хуже. Он забывает, когда у меня день рождения. Это ещё что? Мой отец как-то повёз меня на Саус Пасифик. Блин, это реально очень сближает людей, когда они такие, типа, а вот ты, ты вот ещё, у тебя вот этого не было. Да что это? У меня ещё хуже. Ну типа, как в разговоре в Дэдпуле, да. Как-то я весь день рождения просидел в запертом шкафу, который был мне ещё и... В спальне. Классно. Я спала в коробке из-под стиралки. О, у вас была стиралка? Он меня там оставил. Мне было десять. Мне пришлось самому лететь обратно. О, да, пожалуй, ты выиграл. Так всё и было с тех пор, как ушла мама. Мой старик меня не очень-то любит. Точно. И поэтому ты такой осёл. Замолчи. Тебе не обязательно всё время быть таким. Я сегодня была не с отцом. Я была одна. И столик у меня не был заказан. У меня просто не было денег. Я всё отдала за семинар. Ты заплатила из своих денег? Глупо, я знаю. Но не все тут богатые. Мои родители тоже разошлись. Вечные ссоры из-за денег. А я не хочу быть такой, как они. Поверь мне. Деньги ничего не меняют. Забавно. Я всегда думала, ты счастливчик. О, чёрт. Похоже, сейчас пойдёт дождь. Ну, это будет очень круто, если она превратится у него на глазах. Я бы... Ну, нет, она... Ну, всё. Ты помнишь, да? Я ничего не помню. Не спойлери, не спойлери, не спойлери, не спойлери. Очень круто. Я сейчас расплачусь. Попозже. Сейчас нет. Попозже. Вот им, убийцы. Попозже. Ищут семью. Вот семья. Они просто подбирают, чью семью вырезать. Вот, вот этих. Вот этих загадетные. Они не улыбаются. Вот смотри. Ты правда будешь это использовать? Ну, ты даёшь. Вот этот педофил. Не надо мне тут. Ты сам такую же купил, а? Вы зря теряете время. Ничего не получится. Ты у меня плюшка, а? Да-да-да-да-да. Рустаем, подошла. Я бы носила. Не получится, да? Да-да-да. А ещё приманки есть? Почему они радуются? Ведь это запрещено. Хочешь? Возьми. Спасибо. Я не хочу промокнуть. Что с тобой такое, Зейн? Я весь день ждал, пока ты принесёшь записи. И тут мне дают это. Мы пытались привлечь внимание. Испортив мои записи, да? Всё было не так. Я не с тобой разговариваю. И не ври. Честно говоря, мог бы хоть девушку получше выбрать с будущим. Например, внизу на семинаре. Её зовут Рики. И она была на семинаре. Только она умная. Вы не смогли её обмануть. И, кстати говоря, я тебе не курьер, чтобы гонять меня туда-сюда. Хотела бы сказать, приятно было познакомиться, но не буду врать. Рики, стой. У тебя мой пиджак. Сознательно. Ты как счастлива. Крутая серия. Я всё боялся, что лифт вот так возьмёт, закроет. Ему всё такое... Ну не порть. Ну не порть атмосферу романтики и любви. Любовь. Во-первых, Льюис официально реабилитирован. И он же становится победителем, обогнав ближайшего соперника на пять грамм. Их больше не заботит то, что тунцы это глубоководные рыбы, и они не могут пойматься у пирса. Нет, потому что все получаются обманщики. Это же как с политикой. Не будем поднимать эти шутки. Ни в коем случае. Потому что наш канал аполитичный, асоциальный, аморальный. Чё ты радуешься? Ты же обманом это получил. Ему плевать вообще на принципы. Ему главная победа. Мы уже узнали, что Льюис мой в этом вопросе обмудок. Он реально, он же идёт по головам, когда дело касается... Как в прошлый раз, когда фильм он снимал. В этот раз. Кто хоть человек в целом. Я уже начинаю верить тебе, что Зейн хороший. Нет, он хороший. Знаете, ещё кое-что? Я должен извиниться, Льюис, за то, что мы сомневались в тебе. Кто знал, что в гавани столько тунцов? Да ладно. Если всё по правилам, почему я не поймал тунца? А вот нытиков никто не любит, Нейт. Ты проиграл. Вот и всё. Море очень таинственный. Сейчас мы его отымеем. Мы же отымеем всех проигравших. Надеюсь, мы как-нибудь порыбачим вместе. Хочу опробовать твою приманку. Да, конечно. И я надеюсь, ты не воспринял всерьёз мои слова насчёт клива. Приходи в любое время. О, отлично. Приду сегодня вечером. Ладно. Хорошо. Хороший дядька. Простишь меня? Да. Но с одним условием. Ты больше мне не помогаешь. Всем привет. Ой, смотри, молотики распустила, пришла. Я такая, девочки, я сейчас такое расскажу. Вы умрёте. Я пыталась тебе звонить, ты не отвечала. Что ты делала? Пыталась укрыться от дождя. Какая она миленькая. Она очень миленькая. Она очень красивая. Русалочка из всех русалочек, каких я только видел. Офигеть. А видел я много. Ну всё. Кайфовая серия. Мне очень понравилась. Я счастлив. Я понял, почему все так слёзно просили проигнорировать десятую и девятую все остальные серии и показать только с восемнадцатой по двадцатой какую-то там бегу. Двадцатую. По двадцатую. Нас просили снять шестнадцатую, восемнадцатую, двадцатую. Мы всё сняли. Мы такие молодцы. Короче, да. Рубина уезжает, и мы наперёд поснимаем, поэтому мы не будем так чётко в комментарии попадать. Все остальные видосы буду я резать, монтировать. Посмотрим следующую.